Коронация нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Королевские инсайдеры рассказали, что монарх пригласил принца Гарри и Меган Маркель на церемонию, вопреки слухам. Об этом сообщило издание «Экспресс». Новый король хочет сохранить связь с младшим сыном и его женой при помощи заключения сделки. По словам источников, для этой цели его величество обратился за помощью к архиепископу Кентерберийскому. Карл III надеется найти мирное решение для обеих сторон. По данным Мэйлоэн Сандэй, в рамках соглашения с королем герцог и герцогиней Сосекски смогут получить высокое место для нахождения на церемонии, а также гарантии, что они сохранят свои титулы. Лагерь Гарри ясно дал понять, что идея о том, что он просто примет участие в коронации и будет вести себя прилично, а затем будет лишен своих титулов, была полной неудачей. Хотя в какой-то момент он может решить отказаться от своих титулов по собственному желанию, он возражает против того, чтобы его насильственно их лишили. Сводная сестра Меган Маркель выступила в суде по делу о клевете против герцогини Сосекской. Родственница заявила, что жена принца Гарри опорочила ее имя. Саманта Маркель подала иск против Меган в федеральный суд во Флориде за «явно ложные и злонамеренные заявления», произнесенные о ней во время интервью герцога и герцогини Сосекски Хопри Уинфри в марте 2021 года. «Саманта намерена взыскать крупную сумму за якобы недостоверную информацию. Моя сестра опорочила меня, чтобы скрыть лживый рассказ о своем пути из бедности к богатству. Она пыталась выставить себя девушкой в лохмотьях, которая по счастливой случайности оказалась в королевской семье», заявила Саманта. Меган поймали, она лгала о своем образовании, о том, что получала все эти выплаты. Ради всего святого, ее отец заплатил за ее образование, и она попалась на этой лжи. Почему еще она унижает свою сестру? Почему еще она унижает своего отца? Почему она отрицает свою семью, которая всю жизнь делала ей только добро? Младшая сестра принцессы Уэльской наслаждается отпуском на берегу Карибского моря. Пиппа Миддлтон отдыхает в компании своего мужа Джеймса Мэтьюса, троих детей, четырехлетнего сына Артура, двухлетний Грейс и восьмимесячный Роуз. На днях папарацци удалось запечатлеть звезду на общественном пляже в Сент-Барче. Фотографиями поделилось издание Fox News. Для выхода Пиппа выбрала красный купальник, который подчеркнул ее точенную фигуру и ровный загар. Младшая сестра Кейт отдыхала без макияжа и укладки, но выглядела при этом очень эффектно. Оставаться в форме ей помогает правильно питание и регулярные тренировки. Пиппа покорила поклонников идеальными формами. Она выглядит великолепно, прекрасная фигура, она мать троих детей. Она очень привлекательная, замечательная женщина, красивая фигура, замечательное тело, написали пользователи. Мемуары «Запасной» вышли в начале января этого года и сразу же стали мировым бестселлером, попав в книгу рекордов Гиннесса. Казалось бы, какие еще скандальные подробности можно рассказать о королевской семье, чтобы уничтожить ее репутацию в пух и прах. Эксперт Николас Оуэн уверен, принц Гарри не остановится на достигнутом и выпустит продолжение своей скандальной рукописи. Оуэн стал гостем программы Sky News Australia, где заявил, что принцу Гарри есть, что еще сказать публике. Он явно решил, что книга не должна быть последним словом. Это все очень хорошо, что он высказывает все эти вещи, как он зол на свою семью и каким несчастным было его детство и все такое. Однако, если он продолжит в том же духе, то его так и продолжит воспринимать как человека с однобокой субъективной позицией, отметил эксперт. Он добавил, что принц Гарри должен, наконец, уже найти другой способ заработка. После смерти Елизаветы Второй дело ее любимого сына, принца Эндрю, совсем плохи. Эксперт Ричард Фитцуильямс заявил, что у герцога Йоркского больше нет будущего в общественной жизни в качестве члена королевской семьи. Репутацию принца разрушили громкие судебные разбирательства после иска Вирджинии Джуфре, обвинившей Эндрю в сексуальных домогательствах. И хотя сам он категорически все отрицал, в итоге ему все же пришлось выплатить предполагаемой жертве круглую сумму отступных. В настоящее время герцог Йоркский рассматривает возможность возвращения к королевским обязанностям и даже изучает свои юридические возможности. Однако почтенный возраст Эндрю играет с ним злую шутку. В 62 года у него нет королевского будущего, а его популярность сводится к однозначным цифрам. Геслен Максвелл не поможет ему своими поддерживающими заявлениями из тюрьмы, уверен Ричард Фитц Уильямс. Кейт Миддлтон и принц Уильям растят троих наследников принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. На днях принцесса Уэльская пообщалась со своим школьным учителем истории и рассказала ему о воспитании дочери. Кейт посетила Национальный морской музей Корнуолла, где неожиданно встретила своего бывшего преподавателя Джима Имбери. Супруга принца Уильяма была приятно удивлена, поскольку не виделась с ним более 20 лет. «А, господи, а, боже мой, я как будто вернулась обратно», — воскликнула принцесса Уэльская. В ходе беседы Джим рассказал, что переехал в Корнуолл, где сейчас работает волонтером в Национальном морском музее. Преподаватель отметил, что Кейт была фантастической ученицей. Жена принца Уильяма, в свою очередь, поделилась, что хорошо помнит его уроки и использует знания в воспитании принцессы Шарлотты. Кейт Миддлтон и принц Уильям растят троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. На днях принцесса Уэльская пообщалась со своим школьным учителем истории и рассказала ему о воспитании дочери. Кейт посетила Национальный морской музей Корнуолла, где неожиданно встретила своего бывшего преподавателя Джима Имбери. Супруга принца Уильяма была приятно удивлена, поскольку не виделась с ним более 20 лет. «А, господи, а, боже мой, я как будто вернулась обратно», — воскликнула принцесса Уэльская. В ходе беседы Джим рассказал, что переехал в Корнуолль, где сейчас работает волонтером в Национальном морском музее. Преподаватель отметил, что Кейт была фантастической ученицей. Жена принца Уильяма, в свою очередь, поделилась, что хорошо помнит его уроки и использует знания в воспитании принцессы Шарлотты. После того, как принц Гарри и Меган Маркель выпустили документальный фильм о своей жизни на Netflix и мемуары «Запасной», в которых упоминаются члены королевской семьи, они разрушили последние мосты к применению с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Теперь старший сын Карла Третьего и его супруга наотрез отказываются налаживать отношения с сосекскими. По словам инсайдера, принцесса Уэльская «покончила» с Меган, поскольку считает, что именно Маркель организовала все, что в итоге натворил Гарри. Меган в одиночку ввела Гарри в этот наполненный ненавистью, одержимый собой транс и, кажется, наслаждается всей болью и страданиями, которые он причинил, отметил источник. Однако сам младший сын Карла Третьего не раз признавался, что Меган не имеет к этому никакого отношения. Так, в интервью с Андерсоном Купером герцог сосекский попытался опровергнуть мысль о том, что раскол в его семье был вызван женитьбой на Меган Маркель. Кейт Миддлтон посетила школу в английском городе Дерби, где встретилась с Придчанди, которая установила мировой рекорд в самой длинной одиночной полярной экспедиции. Жена принца Уильяма удивила поклонников своим демократичным образом. Для выхода в свет она выбрала простые черные брюки, базовый белый лангслив, кроссовки и твидовый пиджак Зара за 99 долларов. Ранее принцесса Уэльская уже отдавала предпочтение аналогичным пиджакам, только зеленого и красного цветов. Кроссовки Веджа за 150 долларов с золотистыми, белыми и розовыми вставками Кейт Миддлтон надевала на несколько других мероприятий. Кстати, удобную спортивную обувь Веджа предпочитает и Меган Маркель. В ее гардеробе есть любимая модель, В10, за 195 долларов. Во время визита в школу Миддлтон в какой-то момент скинула пиджак для забавного упражнения, протащив две шины по полу, чтобы посмотреть, на что была похожа подготовка 33-летней Придчанди, прежде чем та отправилась в Арктику. «Мне нужно немного потренироваться», — со смехом сказала мама принцесса Уэльская, надев широкий ремень с привязанными к нему шинами.